так друзья прошу поставить плюсики в чат вебинарной комнаты если вы меня слышите и видите и соответственно будем начинать наш сегодняшний вебинар посвященный новостям проекта двигателя до иного плюсы вроде как я вижу продолжать их ставить да все вроде все хорошо но первый вопрос почему мы опять вещаем из этой комнаты дело в том что в прошлой комнате немножко изменились форматы вещания и мы не смогли скажем так придумать выход из этой ситуации чтобы наш сегодняшний вебинар состоялся мы решили его в этот раз провести здесь но дай в дальнейшем я думаю мы будем вести его либо в той же комнате где были до этого либо перейдем полностью на youtube то есть будем эту проблему решать но главное что сегодня трансляция есть она будет мне многие написали что почему-то у них не получается к пруфми присоединиться я потом почитал у пруфми тоже какие-то изменения в общем везде изменения но если какие-то проблемы что-то не подключается не видно не слышно можете смотреть нашу ретрансляцию на ю тубе и либо запись записи вебинаров я думаю вы знаете где найти в общем-то всегда вебинар посмотреть можно и более того есть сегодня есть ради чего посмотреть вебинар иногда пишут вот нет новостей до каких-то ярких сегодня эти новости будут и будут они однозначно так что пишите пишите своим коллегам что сегодня вебинары обязательно нужно посетить я считаю что эти новости которые произошли в блюд последние там пару дней если вы следите за новостями вы знаете о чем я говорю их можно сравнить так пишу что пропал скажите есть ли связь сейчас видео что-то какой-то нет видео пишут так скажите сейчас видео появилось видно меня пишут тишина видно ли сейчас друзья напишите слышно ли меня на данный момент не пойму вроде не у меня ничего не изменилось то пишите что не видно видно опять видно слышно но здесь в комнате есть разные форматы вещания если что-то здесь будет не так могу попробуйте его поменять но в общем то ладно обязательно пишите обязательно пишите все ли в порядке чтобы я мог оперативно отреагировать но соответственно о чем я хотел сказать я хотел сказать о том что наш сегодняшний вебинар он важен потому что новости которые произошли ближайшие дни они на мой взгляд настолько же важные насколько и свое время был важен вход в особую экономическую зону технополис москва когда мы стали резидентами мы все этого были рады это была такая закономерный итог большой работы но многие говорили что у нас не получится многие в это не верили и мы в очередной раз сейчас доказываем всем сомневающимся что проект двигателя двойного это действительно то компания тот проект который умеет добиваться своего ну в общем то давайте по порядку я предлагаю начать немножечко издалека но начну я о развитии инвестиционной части кстати прежде чем перейду к к новостям если у вас есть вопрос как и раньше в этой комнате вы можете задавать свои вопросы во вкладку вопросы вверху в вебинарной комнаты пишите лучше туда там ваш вопрос точно не потеряется и мы точно на него ответим я думаю что это будет достаточно удобно в общем то так опять пишут не видно скажите видно или не видно почему-то у кого-то видно и слышно у кого-то не слышно видно да в общем то давайте начнем немножко издалека про инвестиционное направление мы продолжаем развиваться за рубежом и на днях у нас случится еще одно важное мероприятие это конференция в кодивуаре африка в том числе я туда полечу выезжаем уже сегодня вечером в аэропорту после этого вылетаем могу вам сказать что визу было получить не так просто как мы думали нужно было пройти достаточно большое количество там прививок и всего прочего и я искренне верю что эта работа была проделана не зря и что там будет много людей как в общем-то и планируется ну и соответственно развитие этого региона не заставить себя ждать в общем-то по это также павел шанский и там же нас будет ждать уже жиль вебер который ответственен за развитие франкоговорящего направлении также лидеры уже из самой страны кодивуар в общем то конференция наверное будет самой крупной из тех конференций которые мы проводили за рубежом она же я думаю не последняя и дальше у нас идет уже германия и как я уже говорил на прошлом вебинаре у нас уже полную силу работает техническая поддержка на немецком языке так что если вы развиваете проект за рубежом развиваете в германии помните знаете что на данный момент уже полностью готовы к тому чтобы и принимать инвестиции из этих стран и консультировать инвесторов которые говорят на немецком языке это конечно не только германия на германии как одна из основных стран откуда у нас идет интерес к нашей компании на немецком языке это что касается инвестиций конечно большое количество большим большое количество работ прошло в 100 был марш в процессе того как мы ожидали регистрации договора на аренду земли между собой марш и технополис москва этому вы помните что этот договор должен был зарегистрирован и долгое время нам оттягивали регистрацию этого договора в ожидании той самой регистрации велись плановые работы они были связаны с началом строительства на площадке а именно с проектом будущего центра с регламентами по строительству заказами с подрядческими организациями решался вопрос ограждающей конструкции в общем то это все те работы которые начнутся первыми когда соответственно мы уже будем знать точные даты по началу этого самого строительства также идет работа на тех участках которые можно назвать новыми то те участки в рамках 100 был марш которые как я уже рассказывал также это намоточный участок и в общем то все работы сейчас по на монтажную уже закончены это просто остановка оборудования проводка интернета то есть такие банальные казалось бы нужны для данного участка вещи ну и уже на этой неделе этот участок должен приступить к работе я думаю что дмитрий александрович расскажет уже более подробно да если это уже на данный момент случилось интересно также рассказать что на литейном участке собл марш появилось новое устройство которое называется гранулятор для чего оно нужно оно нужно для переработки мелкогабаритных металлических материалов гранулы для дальнейшего использования в общем то если говорить коротко то в процессе различных работ например отходов от производства плазмореза горыныч которым также компания ассвп занимается и производит его но если не значит у горыныч вы можете найти информацию легко в интернете соответственно этот это устройство позволяет перерабатывать данные обходы и уже в дальнейшем их также их используют для цели компании вообще на данный момент компания уделяет достаточно большое значение много времени именно охране труда и это все вы можете более подробно увидеть в ролике который также была снята уже непосредственно с места событий обязательно посмотрите там некий такой обзор был сделан где показано да как экскурсия проведена дак где вы сами можете увидеть какое внимание той самой охране труда уделяется в общем то не буду как говорится спойлерить да вы сами все увидите обязательно ролик посмотрите я же предлагаю все таки прийти к основной новости к основному событию я думаю что дмитрий александрович более подробно на эту тему расскажет более больше информации уже есть я думаю какие-то более точные даты и по началу строительства ну в общем то я думаю все дмитрий санч расскажет в общем то на данный момент мы уже можем констатировать как факт что договор аренды земли по строительству инновационного центра в особо экономической зоне технополис москва прошел ту самую государственную регистрацию и был официально зарегистрирован в госреестр и с этим друзья и вас поздравляю это событие является поистине одном одним из самых важных и она является таким итоговым вот в этой таком в бюрократических таких препонов которые могли бы какие-то палки в колеса ставить по развитию проекта и в общем то последнее что зависело здесь скажем так именно от каких-то штампов договоров и бумажек и на данный момент тот самый договор между 100 был марш технополис москва зарегистрирован и кстати говоря любой из вас может это проверить на сайте службы росреестр его точка ру вы можете посмотреть если у кого-то ссылка есть обязательно вышить ее в чат вебинарной комнаты ну в общем то у кого может недоверие есть или не верите как говорится своему шанс и поверьте поверьте информации на официальном сайте действительно новость это крайне и крайне важно я думаю что напоминать даже не обязательно но все же что именно в особо экономической зоне технополис москва это государственная особо экономическая зона будет проходить строительство нашего инновационного центра и для того чтобы это стало возможным была подготовлена заявка со стороны компании совал маж эта заявка была под подана технополис москва соответственно там она была принята затем она проект был утвержден и поддержан как технополисом москва затем уже непосредственно правительством города москвы и феврале 2019 года казалось бы это было давно на самом деле это было вот-вот мы стали резидентами особой экономической зоны с нами был подписан договор соответственно произошло это в сочи на крупнейшем российском инвестиционном форуме после чего нам выдали свидетельство о резидентстве и у нас начались такая работа именно подготовительная то есть это включало себя как работу с подрядчиком то есть его выборы проведения конкурса как дмитрий александрович говорил и соответственно мы определились подрядчиком это компания а у блок из чехии который по строительству инновационного центра соответственно было разработан проект за который генеральный подрядчик также ответственным из на данный момент мы уже прошли регистрацию договора аренды земли и кстати говоря если вы вспомните ролик который где был виктор геннадий журавлев который является главным инженером компании 100 был маш он рассказывал про некоторые этапы основные которые нам нужно пройти для того чтобы можем уже сказать что проект завершён что инновационный центр построен и на данный момент мы являем мы уже стоим вот исходя из этого видео из его слов стоим уже на четвертом из из пяти этапов по строительству в общем то нам осталось важные шаги но многое может на прошли с этим друзья вас поздравлять теперь только вперед теперь мы будем заниматься непосредственно строительством и ежедневно каждый инвестор сможет получать виде новостей виде вебинаров видео каких-то видео процесс ведь то как идет строительство инновационного центра и знать и помнить что каждый из вас также к этому причастен и благодаря вам соответственно этот проект реализуется в россии несмотря ни на что несмотря на то что кто-то в этот проект не верил и люди говорили что да никто вам в россии подобный проект делать не даст никогда государства государства не нужны подобные компании то что они там качают нефть и так далее нефтяной лобби запретить в общем что только нам не говорили но кто-то считает что мы действительно дело невозможное но по большому счету это некий закономерный итог той большой профессиональной работы который делает команда совмаж день ото дня и вы как те люди которые действительно за проектом следите раз вы на этом вебинаре действительно можете оценить тот колоссальный труд который был проделан дмитрий александровичем и его командой в общем то с этим событием я поздравляю и к совмаж и всех инвесторов и это конечно же далеко не последняя победа но действительно она знаковая это некий рубеж который мы прошли и теперь мы можем уже выходить именно на финишную прямую по реализацию проекта если вы еще не знаете о том как будет устроен инновационный центр то вы можете посмотреть видео где опять-таки главный инженер отдела капитального строительства совмаж виктор журавлев рассказывает о здании будущего инновационного центра как это будет выглядеть где он будет располагаться ну и соответственно какие задачи и функции в нем будут выполняться как каких отделах и как все это будет выглядеть с точки зрения именно этого предприятия в общем-то он рассказал например о том что основной корпус будет делиться на две части это административно-бытовой и производственной комплексы в административно-бытовом комплексе будут располагаться отдел управления технологии а также конструкторы в производственном комплексе размещаться основные производственный зал условно разделены на сегодняшний день на участке лазерной резки сварки механический участок заготовленный участок лазерный литейный участок в общем-то совсем большое предприятие где будет выполняться задачи связанные с разработкой проектированием и выпуском опытных партий двигателей совмещенными обмотками славянка все это уже в обозримом будущем можно будет наблюдать каждому инвестору и в том числе каждому человеку который не принял свое время участие в проекте двигателя до иного в общем то а я думаю что вы помните что компания совмаж планирует выйти форму собственности как акционерное общество поэтому во многом компании будет публично конечно она не будет раскрывать там каких-то бизнес технологий но что касается ее деятельности конечно это будет известно в общем то посмотрите обязательно видео виктор журавлев все об этом более подробно рассказал я думаю что вам будет интересно чтобы я хотел добавить действительно пройден очень большой путь еще очень многое впереди и сейчас на мой взгляд начинается одним из самых важных и один из самых интересных этапов жизни проекта двигателя до иного потому что сначала что говорили ну вот у вас ничего нет как только появится там не знаю какой-то оборудование тогда я проинвестирую оборудование появилось появилась лаборатория опытный участок а тем сказали ну как только серийная серийный выпуск ваших двигателей будет тогда я проекту присоединились в станете реальным настоящим сейчас мы говорим о том что все это есть а потом многие говорили что да это конечно интересно но у вас не пустят правительство не даст проект реализовывать начнете вы стройку сейчас мы уже говорим о том что стройку мы начинаем и я поздравляю всех тех кто поверил в проект на самых разных этапах его существования и теперь мы все можем уже наблюдать за тем как для кого-то мечта а для кого-то цель которая будет достигнута уже на наших глазах будет выполняться строится исполняться при этом я хочу всех призвать что расслабляться сейчас крайне рано и вы должны понимать что строительство она не ну скажем так днем не должно быть задержа каких-то платежей в плане инвестиций поэтому всех инвесторов всех партнеров которые развивают проект который привлекает инвестиции и которая рассказывает о проекте как-то профессионально виде рекламы или рассказ своим друзьям конечно сейчас планы по своей работе нужно только увеличивать нужно выходить на новые страны нужно искать финансирование продолжать в россии и кто-то скажет вы все вроде нормально с финансированием зачем сейчас он как-то снова напрягаться друзья и я уже говорил как-то на вебинаре что самая большая ошибка это расслабиться тогда когда все хорошо и расслабляться это смерти подобно так что несмотря на то что действительно мы идем вперед несмотря на то что все у нас получается давайте не будем расслабляться особенно я отношу это к партнерам и также если вы платите рассрочку вы должны понимать что компания видит какое примерное количество платежей виде рассрочек ей должно прийти в этом или в каком-то другом месяце соответственно благодаря рассрочкам есть возможность планировать строительство и либо планирует закупку на какого-то оборудованию на ощупь то расходу деньги на реализацию проекта поэтому если вы платите рассрочку обязательно отнеситесь к этому серьезно и не пропускайте свои платежи сейчас для компании это крайне важно я думаю что вы меня услышали я еще раз вас поздравляю с этим событием я смотрю что не все идеально у нас сегодня на вебинарию что ты пишешь что пропадает и людей да не очень много видимо потому что ключ и трансляция но посмотрите в записи и главное троллик распространить чтобы все об этом все новости узнали вообще помните что у нас есть ретрансляции то есть на ю тубе или вконтакте вы сейчас можете смотреть этот вебинар и в принципе там вроде трансляции идет в общем то если у вас здесь не получается но вот все в порядке но видите кто-то пишет что все пропало то есть я просто смотрю что пропал пропал от люди пишут тут говорю какая-то изменение у самого пухни произошло здесь в вебинарной комнаты поэтому как-то трансляции эти по-другому идет я честно сказать не знаю в чем причина но я вижу что многих не получается подключиться и у многих нет видео поэтому ну ну ничего как говорится я думаю что эта новость мимо людей не пройдет так я думаю что на этом я перейду к ответам на вопросы и напоминаю что после меня будет выступает дмитрий александрович дуйнов дмитрий александрович дуйнов поделиться последними новостями и также на ваши вопросы ответить поэтому давайте по старой традиции писать свои вопросы во вкладку вопросы вы можете их направлять в том числе дмитрий александрович дуйнову он на них ответит здравствуйте почему в личном кабинете не показывают сумму сумму уже полученной и сумму на которой открыты рассрочки анжелика не совсем понимаю вашего вопроса вы имеете ввиду у инвестору конкретной или а и вы наверное имеете ввиду в рамках компании до сколько денег сейчас собрали сколько денег рассрочка эти цифры мы объявляем просто прижим прямом эфире скажем так мы их не выводим по разным соображениям но цифру объявляются на вебинарах и не только так когда переход на следующий этап валерия по поводу перехода на следующий этап сейчас по этому вопросу идет диалог есть еще несколько не выполненных задач которые на этот этап закладывались но я думаю что смена этапа уже не за горами поэтому были за вебинарами следите за новостями следите мы обязательно объявим но если вы новости смотрите то я думаю что не пропустите почему договор инвестиций заключается с не очень понятной компании зарегистрирован где-то на островах николай но во первых как тут оскорбительно допишите с не очень понятной компании чем эта компания непонятно для вас да действительно компания зарегистрирована в офшоре и это офшорная инвестиционная компания это та самая компания которая ответственно за привлечение инвестиций для реализации проекта двигателя дуинова компания solar group данная компания является соучредителем компании сова ломаш которая в свою очередь реализует проект то есть я думаю по юридической схеме вы должны примерно понимать как это выглядит но соответственно именно в обязанности solar group входит привлечение необходимого количества инвестиций в срок для реализации проекта двигателя дуинова что касается того почему она зарегистрирована в офшоре об этом уже неоднократно неоднократно рассказывали и описывали одна из причин это отсутствие необходимого законодательства в россии для привлечения инвестиций сейчас только вот наверное в последнее время там последний месяц действительно какие-то подвижки в россии в области крауд инвестинга произошли и возможно в каком-то обозримом будущем сейчас наконец-то в россии примут законодательство по крауд инвестингу но когда проект начинался этого законодательства не было поэтому организовать какую-либо правовую схему в рамках российской федерации было невозможно поэтому конечно мы организовывали эту схему в рамках международного права и действуем по международным стандартам которые в мире позволяют привлекать инвестиции данным способом вопрос о том почему это офшор офшор так по той причине что именно в офшорной юрисдикции не требуется уплата налогов с привлеченных инвестиций это одна из главных причин если вы не знали то практически во всем мире в том числе в россии с привлеченных инвестиций требуется уплатить налог в частности в россии с уплаты налогов платье с привлеченных инвестиций требуется заплатить 20 процентов налога то есть допустим вы в свой бизнес привлекли 100 миллионов рублей 20 миллионов вы должны отдать виде налогов это странно да ведь это инвестиции вы еще ничего не сделали вы еще не построили на эти деньги бизнес но вы уже обязаны заплатить государство ну и в других странах примерно то же самое поэтому для того чтобы привлеченные инвестиции шли именно на реализацию проекта на маркетинговые расходы и чтобы не приходилось какой-то третьей стороне еще дополнительно платить налоги было принято именно организовать инвестиционный фонд в офшорной зоне в принципе это совершенно нормально и 80 процентов всех инвестиционных фондов зарегистрированы в офшоре и если вы посмотрите вот кому принадлежат на финансовые организации российские даже крупнейшие банки вы увидите что они не принадлежат физическим лицам они не принадлежат российским компаниям они все принадлежат иностранным офшорным компаниям вы можете сказать но вот у нас в россии просто все в офшор то нет это во всем мире так это такая мировая практика поэтому вопрос о том будет ли какая-то дочерняя компания открыта для привлечения инвестиций медным краудинвестинг именно из россии этот вопрос будет обсуждаться когда законодательство наконец-то появится потому что оно должно было появиться еще в 2015 году за нуку законопроекты принимались в итоге как вы видите прошло большое количество времени практически там 45 лет и их законов до сих пор не появилось поэтому будем думать когда это уже когда законопроект станет именно законом который будет нужно вы исполнять и выполнять я также обращаю внимание что деньги инвесторов не находится в офшорах вы можете посмотреть где открыты банковские счета компании увидите что в офшорах они не находятся соответственно деньги инвесторов в офшоры не попадают и более того они не складируются в офшорах откуда откуда их там можно допустим украсть а кто-то думает потому что вы видите что проект развивается на это тратится большие деньги соответственно это именно те деньги которые приходят в виде инвестиций так что я думаю здесь понятно добрый вечер подскажите как лучше оформить долю на ребенка андрей но в рамках нашего личного кабинета это сейчас делать нельзя но этот момент прорабатывается то есть мы знаем про то что есть желающие так сделать ну соответственно я думаю что мы схему до оформим чтобы это стало возможным павел добрый вечер когда переход на следующий этап не надо оставлять условия о продлении пакета в рассрочку риска вообще нет андрей я согласен что в общем то в нашем случае проект уже рисков практически нет и и по поводу остальные лица ли возможность увеличить пакет ну пока я вам точно ответить здесь не смогу что касается перехода на следующий этап я уже на это ответил немножко выше павел по возможности увеличения пакета купленного по акции прояснилось что-то пока нет пока это вопрос на согласование павел когда ожидать первые дивиденды скажи скажите год ориентировочно ильдар ну понимаете ориентировочно как знаете ориентировочно это плюс-минус 10 лет вы как хотите чтобы я вам сказал давайте ориентировочно так да можно предположить что сейчас у нас начинаются работы по строительству соответственно строительство инновационного центра нам требуется 20 месяцев соответственно после того как предприятие будет запущена ну как минимум год потребуется для того чтобы эту самую прибыль получить и распределить виде дивидендов вот вам примерно расчет павел привет как какие дела с мокрой печатью когда сделала приложение спасибо давайте так сделано сейчас ответственному человеку напишу в личные сообщения и что он не ответит потому что вообще все уже готово в целом так сейчас я я ответить до того как до того за ты сразу если то я дам вам ответ будьте таблиц киньте сюда прямую ссылку на регистрацию земельного участка в росреестре вышлите пожалуйста ссылку где можно посмотреть что наш договор зарегистрирован в росреестре с это я я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю я вопрос хороший делать в общем то вы можете лишь одну вещь написать техническую поддержку сделать это можно двумя способами тремя должны либо написать им на электронную почту либо написать им в онлайн чат в личном кабинете либо позвонить номер 8 800 не знаю почему вас заблокировали заблокировать вас не могли то есть такого просто не бывает вас могли отменить вашу рассрочку может быть произошло именно так но в нашем случае отменяется только когда у вас просрочка более чем на 20 дней поэтому если вы эти 7 дней очень странно но горы пишите в техническую поддержку они посмотрят что у вас не так а какой интересной новости был заявлен в начале вебинара я к сожалению пропустил начал вебинара спасибо так самая та самая новость о том что договор аренды земли между собой наш и технополис москва был официально зарегистрирована в рост реестре то есть это именно та новость так так в вкладке вопросы кончи вопросов больше нет так посмотрю если вопросы еще так у кого включить трансляция заходите на youtube там смотрите ссылку вроде бы в чат вебинарной комнаты выслали так вроде бы все вроде бы вопросов нет я тогда передаю слово дмитрия александрович у а я вам напоминаю что вы можете задавать свои вопросы задавать так но если даже секунду что-то ввожу не вижу среди участников дмитрий александрович хотя только что он был так сейчас я уточню прямую ссылку на регистрацию в реестр и так никто не скинул в чат друзья скиньте у кого есть ссылка на регистрацию договора между собл маш и на поле с москва вышите пожалуйста а то не все смогли найти странно дмитрий саныч комнате я ввожу дмитрий дуинов и у меня почему-то не показывает так сейчас я попробую так сейчас вот появился так передаю значит слово дмитрий александровичу может быть я не так искал ну вроде так что водил так дмитрий александрович подключить добрый день уже на дороге хорошо ли вы меня слышите и видите что сегодня некоторые сбои идут вижу плюсики добрый день еще раз вернулись на старую площадку надеюсь площадка будет работать нормально павел вас с основными новостями познакомил поделился тем что договор аренды земли прошел гос регистрацию в принципе с этого момента можно сказать можно начинать отсчет всех последующих событий если до того она сдерживалась вот то теперь мы можем двигаться дальше в связи с этим последние дни мы ведем постоянную работу по согласованию новых графиков уже поправленных исправленных работ действий последовательности действий кто когда в какой момент включается в работу где и на какой момент какие документы должны быть соответственно пересматривается весь график оплаты работ финансирования исправляются все планы по работам связи с изменением графика начала работы и тут же рассматривается и климатические условия и все все эти изменения которые прошли за последнее время учитываются и вносятся в план работы разрешение ко всему сейчас на подвесе уже связи с последними изменениями опять таки нормативной базе законодательной базе могут произойти изменения с техническим заказчиком и эти функции могут технополис Москва может снять себя эти функции и тогда у нас будет идти перерассмотрение технического заказчика ну что делать все течет все изменяется поэтому мы должны быть готовы к этим вызовам мы готовы к ним оперативно на них реагировать и находить новые решения для того чтобы проект продолжал двигаться с максимальной скоростью и эффективностью вот сегодня например были собраны представители всех компаний участников работ на соответствующих этапах начальных проходила такое совещание рабочие совещания рабочая встреча по согласованию действий на ближайшее время и на следующий 2020 год составлен протокол согласованы целый ряд моментов связанных со всеми изменениями в том числе подкорректирован график оплат это связано с тем что оплаты уже попадают на другие интервалы времени а тут у нас надо понимать что они должны иметь и квартальную привязку для того чтобы не создавать лишних проблем по финансовому учету по мониторингу и по предоставлению отчетности кроме того у нас добавилась дополнительная нагрузка мы должны теперь регулярно по квартально представлять отчеты о своей работе в особо экономической зоне регулить дополнительные финансовые обязательства по уплате налога на аренду земли платежей собственно это дополнительная финансовая нагрузка которая еще более дисциплинирует и подстегивает нас потому что она не дает времени расслабляться потому что любое расслабление влечет за собой дополнительные финансовые затраты поэтому надо напрягаться собственно говоря здесь кстати вот звучал вопрос по поводу того где посмотреть регистрацию вот ну можно на красреестре но кроме того обращаю внимание что договор утвержденный договор первая страница последняя обратно где стоит отметка в регистрации он будет выложен на сайте совалмаш.ру в разделе документы и ОСЗ особо экономическая зона технополис Москва сайт совалмаш и соответственно основные основополагающие документы все будут размещаться на сайте поэтому можно будет пользоваться для своей текущей работы кроме того я полагаю что мы постараемся постараемся сделать там соответствующий форум для работы партнеров именно по вопросам связанным с продвижением проекта но не связанным с вопросом привлечения инвестиций который следует понимать потому что сайт это рабочий сайт кстати еще одна шутка такая небольшая опять так и звучал вопрос насчет почему в офшорной зоне и вообще кто как понимает что такое офшорная зона я могу даже на кого-то расстроить до невозможности но сейчас рассматривается вопрос быть ли совалмашем площадки совалмашем в офшорной зоне я не ошибся не оговорился поверьте смотря какое понимание вкладывается в этот термин дело в том что рассматривается вопрос о том будет ли вся площадка наша является зоной таможенной и будет ли на нее распространяться правила некоможенной территорией федерации это будет полностью таможенной территорией Российской Федерации, либо будет выделен только участок. В принципе, принятие решения о том, что территория по Соломашке не будет являться таможенной территорией Российской Федерации, может быть принято в том случае, если основными партнерами и заказчиками, потребителями продукта будут зарубежные страны, не резиденты Российской Федерации. Я думаю, многих товарищей это должно несколько постепенить в вопросах. Офшорову и все остальное проще. При этом надо понимать, что Соломаш действует в строгом соответствии с законами Российской Федерации об особых экономических зонах и в резидентах особых экономических зон, что это идет в полном соответствии, в строгом соответствии с законами Российской Федерации. Но при этом это может не являться таможенной территорией Российской Федерации. Хотя расчетные счета находятся в банках Российской Федерации. Для многих это может оказаться некой правовой коллизией, казуистика, но тем не менее это так. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы получать максимальную работу от тех преференций, которые дают законы Российской Федерации. В плане налогообложения оптимизации и особенно при работе за пределы таможенной территории России. Ну, в принципе, на экспорт для внешних поставок. Вот такая ситуация с офшеризацией. Поэтому не надо полагать, что вот создание бизнеса – это такой простой процесс. Это не работа, заехал за рубеж, купил сюда, привез то, что было с челноками. Это более серьезная, более сложная процедура, особенно инновационный бизнес. И он строится немножко не по тем правилам, по которым строится бизнес, когда в процессе приватизации взяли готовые предприятия, которые создавали другие люди, в других условиях. И просто акции собрали себе любыми там путями и дальше поехали по наложенной. Мы же с вами начали работать не по наложенной, а мы начали с того, что начали создавать все с нуля, абсолютно с нуля. И у нас не было готового предприятия, которое мы приватизировали и реорганизовали в ООО, в ОАО, в ПАО, в ЗАО и так далее. И опыт и прецеденты создания подобных предприятий, подобного бизнеса не такой уж богатый в России. Потому что если мы берем и учитываем опыт, так называемых, зарубежных партнеров, стран с эффективной экономикой, якобы, да, у них тоже таких прецедентов нет. Они развивались совершенно другим путем. Поэтому мы с вами создаем нечто новое. И то, что мы создаем, нигде в учебниках не описано еще. И это мы еще нигде не учат. И нигде не преподают. Не на курсах, не в высших учебных заведениях, где готовят бухгалтеров, экономистов, эффективных менеджеров. Там тоже этого не преподают. И для того, чтобы все это можно было создать, чтобы это стало реальностью, а не фантазией, для этого надо было собрать команду, которая имела бы опыт и компетенцию в разных сферах жизнедеятельности, в финансах, в экономике, в юриспруденции, технике, в технологии, по многих-многих-многих вещах. В том числе надо было и сейчас необходимо иметь большое количество контактов и достаточный авторитет, и доверие. И самое важное, самое ценное здесь и самый такой хрупкий капитал во всем этом – это доверие. Потому что достаточно раз отступиться и потерять либо, когда все, кто работает, партнеры, хоть на толику сомнений, и появятся какие-то сомнения, будет утрачено доверие. Создать подобный бизнес становится практически невозможно. Потому что самая тяжелая вещь – это старт. и как ракета на старте, так и самолеты, истребители сбиваются на старте. Самое эффективное и самое надежное средство поражения и момент для поражения. Если самолет, либо ракета уже вышла на траекторию, взлетела, то там она уже становится маневрена и может эффективно выполнять поставленные задачи. И если продолжить сравнение, наш проект с вами, он уже оторвался от земли, закончил разгон, оторвался от земли и, можно говорить, поджал шасси, сложился шасси, убрали шасси. Линия, точка принятия решения пройдена. И, в принципе, дальше только полет, дальше только реализация проекта. Потому что он уже вошел в такую стадию, когда уже движение больших финансов поток идет, когда сферы работы проекта вовлечены уже колоссальнейшие информационные ресурсы, объемы. Очень много людей завязано. Это не только простое взаимодействие, это и судьбы людей. И в будущее. Ну, соответственно, и уклад всех людей. Потому что кто-либо иной в мире проект влияет на все. Потому что те, кто поверил в проект, вложили деньги. Их мир, он стал несколько иным. Те, кто не поверили, тоже. Потому что все равно обсуждается. Кто правильно принял решение, кто неправильно. Все это обсуждается. Люди спорят, доказывают, интересуются, смотрят. Все равно все это уже вписалось в социум. И даже то, что мы с вами встречаемся, как по расписанию, все это уже накладывает свой отпечаток на нашу с вами жизнь. На определенный ритм и так далее. Поэтому проект уже живет. И это уже история. Поэтому давайте все то, что прошло, то уже прошло. Что преодолели, то уже преодолели. И назад уже смотреть нечего. Надо нам теперь смотреть дальше. и эффективно использовать все то, что у нас есть. Ресурсы финансовые и временной ресурсы, материальные ресурсы, да и человеческие ресурсы тоже. И постараться надо, самое главное, постараться, наверное, встать упущенное время. Я прекрасно понимаю, что будут еще задержки, будут еще стрелы сроков. Все это будет. Но это будет потом. И нам с вами просто надо быть к этому, ко всему готовыми. Вот. Ну, я думаю, что сейчас вопрос тоже звучал такой, что когда начнется строительство, я думаю, что можно сказать уже, строительство началось. Так что она начинается не с того момента, когда первый кубометр земли поднят, а с того момента, когда, в принципе, проведена первая линия на чертеже. Дальше нас ждут еще и экспертизы, и согласования. Очень много всевозможнейшей работы. Но, тем не менее, все уже готово к тому, чтобы приступить к работам на площадке. С чем я рад всех и поздравляю. Ну, а нам, в принципе, это сулит увеличение объема работ и еще больше нагрузки. Поэтому коллективу дали немножко отдохнуть. Часть сотрудников уже успели отгулять. Пускай включились в работу. Кто-то еще в отпусках, кто-то пойдет в отпуск. Но надо, чтобы коллеги немножко отдохнули после тяжелой работы. В России офшоры создают под бизнес, и теперь офшоры – это название для работных территорий. Ну, в принципе, да. Надо быть к задержкам морально готовым, но стремиться их избегать и форсировать. Ну, вот, естественно, морально готовым все это знали. Никаких иллюзий не было. И поэтому, пока там были задержки в одном-другом, мы двигались вперед. Поэтому не только готовность, но еще и... Но все равно не задержка, не есть и задержка. Мегалентгел. Да, на участке. Все правильно, но дело в том, что это не арендатор, это те, которые неживание делали. Все правильно на этом написали. С кем из ваших инженеров возможно пообщаться по электронной почте, по техническим вопросам в вашем двигателе? Борис Евгеньевич, да, вам можно позвонить просто на телефон, где он указан на сайте, ВКонтакте. позвонить и пообщаться. Либо написать, там есть адреса и передадут в зависимости от того, что вы хотите, по какому вопросу пообщаться к тому специалисту и будет перенаправлено ваше письмо. На сайт зайдите, там есть ВКонтакте и посмотрите. Можно написать на jinnsobaka.ru либо на салис, либо на инфо тоже. инфо-собака. solomash.ru Получилось так, что Русич задал вопрос, я только что ответил, вроде бы договор на руках, когда планируете начало строительства. Русич, уже же начали. Фактически. Если вы имеете в виду, когда на площадку зайдем, сейчас проект договора на порубку разработан. Я надеюсь, что в ближайшие дни подпишем и подрядчик уже выбран. Начнем зачищать. Потому что там есть деревья, которые должны остаться. А есть поросли, когда участок готовили, там же их почистили, но от корней, от семечек, от семян проросли березки. И все то, что до 5 сантиметров, оно подлежит вырубке, что больше там надо определяться, там уже с лесничеством и так далее, будет порубочный лист составляться. И, соответственно, все эти работы будут выполняться. Пока погода позволяет это делать. Ну, а там по плану, потому что надо, помимо прочего, еще делать ограждающие конструкции, ограждения. Там было согласование, проверяли, насколько стыкуются требования по ограждению Москвы, Технополиса и таможенной, таможенной, федеральной таможенной службы. Все это согласовали. Техническое задание на ограждение сделано. Требования определены. Но после порубки можно будет приступать уже и к ограждению участка. До порубки, естественно, ограждающие конструкции ставить не будем. Потому что непонятно, куда. Как будет все это валиться. Ну, и вывозить надо будет с участками все это дело убирать. Поэтому после порубки будем ограждать. Но при этом никто не забывает о том, что мы говорили о закладке капсулы времени и в то же время говорили о том, что будет устанавливаться информационный стенд, стенд, как его назвать, о котором будут указываться все параметры строительства в соответствии с требованиями, которые сформулированы правительством Москвы. Так что все эти работы уже выстраиваются потихоньку. Сейчас составили перечень, список автомобилей, которые будут иметь доступ на территорию. Соответственно, этот список подан, будут оформлены пропуска. Поэтому вся работа закрутилась и пошла. Массив работы такой солидный. Вот сегодня, допустим, все вопросы, которые разбирали, полдесятого начали, пол, ну, 14-15 закончили, не вставая. Только сегодняшнее совещание проходило. В Сибири леса горят, а тут каждую троинку будут считать контраст. Ну, в Сибири они горят, причина на то есть. Я полагаю, что там поджоги. И ничего более. Воры скрывают следы. Вот я могу рассказать такой пример. Стахановский ферросплавный завод. Делают ферросилиции. Когда ферросилиции льют, его потом дробят, получают куски, там по килограмму, по два. И из него делают леготуру при производстве определенных марок стали. В процессе дробления образуется крошка. Ну, а крошку вы, как в качестве леготуры, не добавите в расплавленную сталь, потому что она будет плавать в верхнем слое шлаки, который там сверху и не утунет. Вот ставил вопрос по брикетированию, либо пакетированию, либо как угодно обработке этой крошки пыли, для того, чтобы можно было ее использовать как сортовой ферросилиции. Я предложил определенную конструкцию устройства печи, которое бы позволяло сплавлять эту крошку. И когда зашли на предприятие, со всеми предложения, плюс предложил схему замещения печи, потому что я понял, как она работает, и как можно сделать математическую модель печи, для того, чтобы по этой модели управлять током дуги, для получения максимальной производительности с минимальным затратом электрической энергии. И вот когда сидели в совещании с руководством, обсуждали, как это делать, они меняют, как будет лед, как будет это, кто пятое, десятое, и долго-долго там мрыжились, мрыжились, вот, но все-таки отказались это делать. Я тогда предложил, хорошо, давайте вы меня отпускайте крошку, я буду сам переплавлять. Они тоже от этого отказались и быстренько вывели одну печь на ремонт и открытой дугой начали переплавлять эту крошку с колоссальной скоростью. Там по всему городу летала кварцитная пыль, она, как вот, посмотришь в микроскоп, как булава такая, зубчата, попадает в легкие, вызывает силикозы там и так далее. Большая часть, значительная часть этого ферросилица угорала, выгорала, но тем не менее не производили. Я думаю, в чем же дело? А потом понял, просто-напросто они списывали на эту крошку определенную часть ферросилица, которого воровали, один раз украли, а потом, когда открытой дугой переплавляли ферросилица, украли еще раз за счет показания большего процента угара. Дважды украли. Молодцы, гений, да, ну, то, что здоровье людей повбивали там, ну, и все остальное, да, тут плевать, но украли, там это украли, да, и не придерешься, вот точно так же тут пожары, а что, китайцы вывезли, там еще что-то, ну, бог бы с ним. Ну, вот так мы умеем зарабатывать деньги, а осознать инновационное предприятие, да, зачем с ним заморачиваться, он подпалил и все, а потом напал, списал там, да, господи, да еще получил на порубку, тебе еще государство деньги за это заплатило. Вот так делается бизнес. Ну, если да, дальше так будем бизнес делать, а что детям останется? Или после наскольких поток? Ну, вот кто так хочет зарабатывать, и так делать, вот туда тогда им, топить, валить, потому что я имел опыт, строил плотины, гидротехнические сооружения, и вот то, что они называют плотинами, которые мне показали, телевидение смотрят, вы не смешите копыты у дохлого сла, это не плотины, и вообще какой идиот, извиняюсь за выражение, принял в них эти сооружения, это круче, куча грунта сваленного, плотины так не строятся, и когда мне говорят, что вот там это перелило, рассчитано было на 10 метров, а вода поднялась на 11, и перелило через плотину, кто сказал, что плотина на 10 метров рассчитана, имеет высоту 10 метров, это какой бред, это какой идиот, где проектировали это дело, и вот эту лажу, которую сейчас несут эти товарищи, товарищи, да Лаврентия Павловича на них нет, они бы там детским совочкам эти плотины бы строили, сейчас, и из соломинок бы плели кружева, сидели, а все опять пройдет, нормально, еще миллиарды туда закачали, еще там нагребли кучу мусора, назвали плотиной, надеюсь, что все-таки наступят такие времена, когда за подобные деяния будут отвечать, и когда подобным образом не будут делать, не сжигать ничего, и это нормально, когда деревья учитываются, смотрятся, и рубятся по побочным местам, а не на то, как класс ляжет, это нормально, так и должно быть, и мы с вами либо принимаем правила, если нам правила как-то в чем-то не устраивает, мы должны сильно бороться за эти правила, но выполнять их. Вот сейчас стал вопрос в аттестации в лаборатории, занимаемся, вышли на финишную позицию, но в чем интересно, там такие заморочки возникли, что, извините, я не понимаю, как может дальше Россия развиваться, когда методологии, программы заносятся такой бред, причем уже многие годами, они говорят, мы везде так делаем, говорим, окажешь так, если они определяют, я сейчас не хочу раньше времени, просто я полагаю, что надо людям дать шанс отдуматься, но до такого бреда додуматься, до какого они додумались, я не знаю, но как можно себя после этого метрологом называть, если это на государственном уровне делается, то тогда вопрос, а как же мы можем что-то проверять с других стран, либо еще, это же вообще бред, самый натуральнейший бред, потому что получается, что престизионные приборы меряют с точностью на самом хреновом диапазоне и меряются плюс-минус 48 или плюс-минус 52 процента, когда прибор позволяет измерять с точностью 0,0,0,1 процент и при накоплении погрешности там 0,1 процент, когда несколько гречен меряется, а оставить 52 процента, это как? Это за пределами, потому что в инструкции пишется формула, по которой считать, они говорят, а у вас же не приборы, у вас же стенд, а чем стенд измеряет, отличается от прибора, потому что стоит прибор, который меряет на машине, которая закреплена на станине, там стоит двигатель и все это сопряжение, вот это стенд, меряет все этот прибор и они не не пользуются формулами, они приводят и эти конечные цифры, а там идиоты за рубежом жили, да, и живут, написали формулы, если вот сейчас авиаприбор предприятие поставило нам машину для намотки мощных двигателей, они идиоты даже не с той стороны от СОС дымоудоловение поставили, да, еще в виде показывают, что они вот варят здесь, это как, когда они, извините, розетки поставили под коленом, когда ты сидишь и коленом в розетку бьешься, а с другой стороны там торчит кусок обрезанного металла, в который ты штанины рвешь, и когда у тебя рукоятка для того, чтобы приподнять этот стол, приходится залазить на четвереньки под стол, там, насаживать туда вилку и дополнительную трубу для того, чтобы ручку прокрутить и приподнять этот стол, вы стоять на высоту, вы меня простите, товарищи с новочеркассы, совесть же надо иметь, как, блин, не купишь только что-нибудь, ну, за рубежом, да, получаешь нормальный, здесь же, но не стыдно за свой труд, да, это как, разве так можно, даже ростенский, даже, благо запустили, сейчас начали работать, купили генераторы, проверяем их перед перемоткой, 80 ампер генераторов автомобильных, 90 ампер, ни один генератор не выдают заявленные характеристики параметра автомобильных, купленные в магазине, я могу понять, да, там, конвейеры на сборку отдали, там, приемка была, все нормально, там, прошло, а что не прошло в магазине, как брак, вместо того, чтобы брак, они продают, так благо бы только были отечественные генераторы, но и зарубежные тоже, да, то что же получается, скупают брак, по цене копейка, потому что, ну, металл он разбирает, и продают здесь, как товарный продукт, но это же делают граждане, страны, Россия, которая называется, Российская Федерация, это же не китайцы, там, приехали, сделали, поэтому, если мы так будем жить дальше, я не гражданин России, я русский, но мне стыдно, поэтому, будем, елочки, деревья, перезки будем считать, будем сохранять, все, давайте эту тему закроем, и к вопросам, сегодня их мало, и, я смотрю, участников очень мало, потому что, ну, наверное, вопросы мы рассматривали все-таки неинтересные, либо количество заинтересованных вебинарах сократилось, да, кстати, еще один, такой небольшой момент, уважаемые коллеги, я просил, чтобы посмотрели сайт, и высказали свои пожелания, замечания, либо на техническую поддержку, либо в группе ВКонтакте, либо Павлу Филиппову написали, но любими доступными способами, кому как удобно, высказали свое мнение, пожелания, да, сайт еще не полностью весь, заполнен ноги, страница еще, в работе, но, не хотелось бы дважды делать одну и кожу работу, поэтому, если вот это есть замечание, предложение, просьбы все-таки высказать, если где-то что-то непонятно, если где-то надо дополнить просьбу, сделайте, потому что, мы старались сайт сделать так, как детская раскладушка, книжка открываешь, картинка пояснения, картинка пояснения, на этот сайт вы не смогли попасть, но сейчас я постараюсь сдать ссылку, там сайт адрес-то очень простой, там еще много-много будет дорабатываться, ссылочка, да, по маловедящим же бросам, я тоже, у меня вопрос по поводу комиссии, которая оценивала стоимость вашей компании на мировом рынке, как высчитывалась стоимость, где-то можно посмотреть, заключение, как определялось, что одна доля, одна акция, Александр, ну, никакой комиссии не было, никакой комиссии не было, это было частным порядком, проделано консультативно, экспертами, поэтому официальное заключение никто не делал, не давал, потому что мы этого не делали, это слишком дорогое удовольствие пока что, поэтому оценивалось по количеству патентов, по значимости, но есть определенные методики, ну, вот представьте, вы врач, да, вот смотрите на человека, и говоришь, ну, я так полагаю, у тебя там такое-то заболевание, не анекдот, а правда была такая, значит, в свое время, начали в сельское время применять компьютеры, компьютерные технологии для диагностики, собрали симпозиум, собрали много врачей, пригласили одного очень знаменитого врача, дедушку уже, который много повидал в своей жизни, и он ортодокс с трубочкой ходил, не с пенингоскопом, а трубочкой слушал, еще, и вот рассказывает про компьютеры, как они будут заходить, что там компьютер определяет, вот, а потом дали ему слово, он говорит, да, все это, конечно, хорошо, компьютеры, хорошо, да, все хорошо, но, говорит, у меня был случай, говорит, у меня, говорит, учитель был, еще во времена Ленина работал, и у одного партноменклатурного работника жена болела, и вот сколько там не пытались определить, заболевание, никто не мог определить, что же с женой-то с его, и к этому дедушку, пришли к его учителю, он только взглянул, и тут же выписал ей рецепт направления на реакцию у вас романа, и говорит, скажите, уважаемый коллеги, говорит, как ваш компьютер по одному взгляду, как мой учитель, мог определить по ее поведению, внешнему облику, что у нее венерическое заболевание, ваш компьютер это сможет, ну, и вся конференция на этом закончилась, вот поэтому это очень так же экспертиза, человек, эксперт, который профессионал, понимает, суть, он работает в этом направлении по электрическим машинам, и, соответственно, выдали свое заключение. Как определилось, что одна доля одной акции, ну, не так она не определялась, это определяется как, ну, взяли решение, да, для того, чтобы стартануть чего-то, о чем-то говорить. На самом деле все это будет определяться и решаться тогда, когда выйдем на этап реформирования и реорганизации ООО в ПАО, в ПУБЛИЧНО и ЦЕНИРНО и ООО. Вот, на этом этапе будет определено. А так, сейчас приблизительно, потому что все задают вопрос, нужно что-то ответить, надо вот ответить. Сайт не открывается в старой операционке Экспир. Я понял. Спасибо за замечание. Я сейчас сразу же, с вашего позволения, картинка шапки сайта. Там клик поменяется, будет более короткий. Он будет доработан, это точно. Драйва маловато. А какой бы вопрос такой, Драйв, хотите? Можем римора добавить? на весь 35 человек смотрит. Понятно. так. Понял. А вот стоп-кадр, понятно. Ну, она, наверное, не прогрузилась, но все равно клик немножко поменяется. можно ли уже сейчас искать для компании потенциальных заказчиков? В принципе, можно. лаборатория полностью аттестована. И теперь на любое тестирование в лаборатории можно выдать официальный документ с заключением. Валерий, ну, все работы выполнены, мы сейчас ждем уже заключения полностью в аттестации. Ну, единственное, я вот сейчас рассказывал, там есть трение по поводу определения погрешности измерения. Потому что вот тот же МакТрул, да, у него при измерении на пределе допустим, там где 50 Гц сетевое напряжение, там тысяча и доля процента. А когда он измеряет на 20 МГц, там погрешность, конечно же, в процент уходит. И набегающая погрешность, когда увеличены доходят до 48. Но нельзя же применять эту погрешность для 20 МГц на 50 Гц провоцировать при измерении. Вот тот камень преткновения мы сейчас пытаемся все это решить. Потому что они раньше так выдавали и никого это не смущало. Либо они просто так рассказывают, пытаясь оправдаться за ошибки своих сотрудников. Но я надеюсь, что разрулим эту ситуацию. Если она не будет разрулена договорным процессом, но тогда уже камень на камень, как говорится. Потому что нам отступать некуда. Если мы придадим эту историю огласке, все особенно на международной арене, на хихи пробьет полмира сразу же. я не думаю, что кто-то это потерпит потом после этого. Какие органы из этих последуют? Ну, я думаю, очень серьезно. Такие прецеденты у меня были. У меня было, когда прокуратура упиралась, дело в том, что на ровном месте возбудили дело, пригласил следователя прокуратуры, посмотрел на это дело, так за руку себя взял, в голову, говорит, Дмитрий Александрович, извините, я на больниче. Ушел, я потом встречаю, ну что, с больнича вышел, говорит, Дмитрий Александрович, извини, я в отпуске. Дело там передали другому. Ну, я прихожу, я там молодой резьбой начал, я говорю, слушай, ты подумай, что делается. Ну, она начала там немножко неправильно себя вести, наезжать и так далее. Результат. Этот следователь прокуратуры вместе с прокурором с вещичками на выход, а за ним затарактировали пять сотрудников вместе с руководителем комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам. Я предупреждал, говорю, что такое делать нельзя, что когда заходите и пытаетесь изъять реестр, акционировал, извините за подписью прокурора, а не помощника прокурора, дежурного причем. Это так не делается. И так далее. Поэтому прецеденты, как решать эти вопросы, как на место стать взорвавшейся малограмотных специалистов, которые сами не знают, что делают. Он имеется. Так, мне пишут, что не видно, не слышно. Алло. Меня видно, слышно? Алло. Меня видно, слышно, уважаемые коллеги? Поставьте плюсик, если видно, слышно. Судя по всему, наверное, опять не видно, не слышно. Где все, да? Ау. Меня видно, слышно? Меня видно? Видно. Вот видите, органы не дремлят. Как только пошел рассказ про орган, все развалилось. Политику партии добре и поддержим. Да. Товарищу полковнику, наверное, история понравилась. Ладно, опустим эти вопросы. Здравствуйте. Что реально вкладывается в этот проект или пирамида? Да, Геннадий, считайте, пирамида не вкладывайтесь. Вам спокойнее же будет. Возвращаясь к лаборатории, значит, я надеюсь, что в ближайшее время мы все документы дооформим и, естественно, будем выдавать официальные документы, заключения с подписями и печатями. А дальше займемся уже аккредитацией по Еврозес. Ну, там уже вопрос будет не столь быстро, это немножко подольше займет время, но, тем не менее, будем это делать. Вопрос не по теме, чем заменить катод у Горыныча в домашних условиях? Пусть с меньшим ресурсом. Андрей, да вы можете купить у нас заказать, на сайте вам вышлют катоды, потому что в медной обойме там стоит гафни внутри. А гафни является расходным материалом, он является источником электронов. Были попытки делать из вольфрама, но ничего хорошего из этого не получилось. Когда начался строя, как я спрашиваю, Олег, ну, уже фактически началось. выход на площадку в этом месяце. Работы уже, непосредственно на площадке работы в этом месяце начнутся. Какие новости по Чаплыгину? Спасибо, Роман. Ну, сегодня буквально были переговоры у меня тоже по площадке Чаплыгина, и там рядом Лиске строился завод по производству двигателей. сейчас они его запустить не смогли, у них возникли долги перед Сбербанком, и это предприятие продается, но там та же проблема, о которой я говорил раньше, что прежде, чем начинать строить, надо начинать с технологии. Если у тебя есть технология, стройся. Они закупили, построили здание, закупили оборудование, технологии. они все же запатентованы не просто так, я не думаю, что западные партнеры, как их называют, захотят кому-то уступать технологии, они не уступают, поэтому они предлагают тоже продать по дешевке, а эти по дешевке продать не хотят, поэтому там возня идет. Но мы пока не имеем возможности заниматься этим вопросом. очень любопытно, почему обмотки совмещенные вместо одной, а материала меньше, нужно модернизировано или разработано двигателем. Но совмещение, совмещенные, потому что пришлось совмещать, потому что у нас сети трехфазные позволяют получать не три фазы, а шесть фаз, на самом деле. Ну, вернее, шесть различных векторов тока сдвинутых, потому что у нас в зависимости от того, как включена звезда или треугольник, вот если наложить диаграмму на себя, получается псевдо-шестифазная система, поэтому двигатель выполнен как шестифазный для включения трехфазной сети. материалов на киловатт, на 1 киловатт установленной мощности, расход материалов при совмещенных обмотках меньше на 1 киловатт установленной мощности, чем при стандартных обмотках. Первый год работы компании, можно ожидать дивиденды? Александр, ну маловероятно, компания, смотрите, компания ООС Уллмаш начала работать зарегистрированным в середине 2017 года, и уже два года компания сама. Если имею в виду, что когда она выйдет на полную мощность построения, посмотрим, загадывать не будем, я не понимаете, я не люблю загадывать, да, мы в планах это отразили. Сколько в первый год, во второй год после запуска производства, да, это отражено в планах, это в бизнес-плане отражено, там все это показано. Но все прекрасно понимают, что бизнес-план это всего лишь документ, который показывает, что ты понимаешь, с чем ты связываешься, за что ты берешься, потому что, ну вот как иначе понять, человек вообще здравомыслящий, он здравом умеет, или прожитер, или вообще не понимает, что делает, за что берется. И вот если ты составляешь бизнес-планы, программу действий, все это описываешь, предоставляешь, там можно посмотреть и сказать, да, этот человек сопровождает, он понимает, что делает, либо сказать, нет, он не понимает, за что он берется. И дальше начинается реализация, но в реализации проекта вы никогда не сможете учесть, проволочки, изменения законодательства, там, и все остальные вот эти нюансы, они же там не учитываются. И, соответственно, реально программы действий и то, что написано в планах, они несколько отличаются, даже если ты учитываешь. Потому что, если бы ты работал по государственной программе, когда у тебя есть гарантия, что государство там тебя обеспечит, это одно. А когда ты сам, это сам. Вот Карен Шахназаров неоднократно говорил, говорит, я на Мосфильм строил 10 лет. 9 лет согласовывал документы, один год строил. Вот. Поэтому, ну, все мы с вами прекрасно понимаем, как строится, как это делается в мире. Это не только в России, это везде так. И то, что мы вот сейчас с вами движемся, вот такими темпами, какими темпами Шахназаров двигался, ну, у него задачи-то были побольше. Владимир Петрович спрашивает, теперь нет ограничений для строительства? Спасибо. Да, Владимир Петрович, еще много всевозможных преград, препонов, ловушек, еще много чего проходить придется. Но старт, да, бег с препятствиями, да, пистолет, бах, стримил, мы побежали. А там прыгать еще придется у Евика. Я думаю, команде пора позаботиться о вас. Нет, Ольга, спасибо, я сам о себе позаботюсь. пора в отпуск. Ну, знаете, сейчас, сейчас нельзя. Понимаете, у нас же, как, у нас же не большой завод, но мы же растем по мере роста. Поэтому на определенном этапе ты тянешь все на себе, потом по мере возможности платить зарплату, объемы работы, загрузки, создание рабочего места, ты начинаешь перераспределять работу и так далее. Но, тем не менее, каждый сотрудник, член команды, на каждое из них возложено бремя двойное, тройное, пятерное. они выполняют не одну задачу, они не одно направление, они сочетают в себе многие специализации. И вот на этом этапе иначе никак. и даже сейчас на работу взять. Но для того же человека взять на работу, ему надо создать рабочее место. А для этого что надо? Помещение взять. А для этого надо привести в порядок, мебель закупить и так далее. А на это надо деньги. А эти деньги то ли ты покупаешь оборудование, то ли человек и так далее. А там же потом арендные платежи надо платить. А это налагает дополнительную финансовую нагрузку. И ты тут должен понимать, что либо сейчас у тебя есть возможность быстрее двигаться и ты можешь посчитать, а сколько же ты эту нагрузку будешь тянуть. И как это отразится на проекте. А если ты не можешь посчитать, если у тебя остановилось из-за регистрации и ты не знаешь сколько это еще продлится, да как считать. И так далее. Поэтому поверьте, как можно будет и отдохнуть. Спасибо за заботу. Учту ваше пожелание. Спасибо. И пускай вам сменят шерму за спиной на приличный логотип компании Сувел Маш. Понимаете, логотип уже тоже денег стоит. Я думаю, вы приходите не на шерму посмотреть, а скорее всего получить ответ на вопросы. А шерма, да черт бы с ней. Ну, постараюсь как-то поменять антураж, но поверьте, я не хочу тратить дополнительно деньги на то, чтобы изготавливать логотип, вешать у себя. Нет. Лучше на что-то другое. Да, я думаю, большинству из тех, кто вам тоже на логотип тоже с большой колоколью. А вот услышать ответ на вопрос, наверное, более важно. Насколько велика или маловероятность того, что со стороны властей чиновника будет предложение, чтобы кинули инвесторов, давали прибыль себе. Да. Да и что? Предложение это предложение, их дело. Зачем мне кидать инвесторов? Смысл? Я смысла такого не вижу. И нам с вами еще не один проект этого надо поднимать. А им, ну, у них труба есть, у них есть другие бизнесы, где есть быстрые деньги, есть торговые, где все четко понятно. Есть заправки, есть автосервисы, нам четко и понятно. А в этом бизнесе, которым мы с вами занимаемся, тоже, как непросто все. И тут же невозможно, поэтому взял, наценил, туда продал. Это не логистика. Тут все другое. Все совершенно другое. И в то же время непонятно. Поэтому такой бизнес полностью безбашенный надо, чтобы лезть. Абсолютно безбашенный. И тут же не построишь по стойке смирно. Потому что периодически возникают такие проблемы и задачи, для решения которых надо иметь очень хорошую специализацию определенных направлений. если ты даже наберешь уйму людей, то это не поможет. Одно. А второе, ну ладно, пожалуйста, отжали. Да, есть патенты. С ними что делать? С рецензионными платежами. И так далее. Ну, отжали. А платить же придется. Куда денутся? и дальше что? Понимаете, нет, смысл в таких вот телодвижениях я лично не вижу. Я бы такой не вязался. Есть намного проще. Наркотики есть, водка, там, бах. Да почему бы нет? Он лес спалили. Все просто, месяц погорело, и у тебя миллиарды в кармане. О, Господи, пожимай. Это же очень просто. А здесь, да ради Бога, он проще поставил майнинговую ферму, да, и погнали считать биткоин. Все нормально, все понятно. На какой срок заключен договор аренды земли? На 49 лет. Справа выкупа земельного участка? Да, справа выкупа. После того, как построен, будем выкупать. Кадастровая стоимость участка 88 миллионов там с копейками. 88 миллионов 300 с чем-то тысяч. Я так до копеек не помню. видеотрансляция со стройки будет? Роман, да, периодически будем вести. Но там сейчас зависит все от того, насколько мы сможем прокачать канал туда. Там эти вопросы решаются. Получается, если КБ будет выполнять импортный заказ, тогда не получит причитающиеся льготы, или это связано с процентом отношения к массе работ, Владимир Петрович, наоборот, получит. Если мы работаем в основном по импортным заказам, то нам выгодно держать таможенной территорией нашу площадку. Для того, чтобы не заниматься растаможками, туда-обратно. и соответственно мы будем иметь те же самые преференции по тому же самому МДС. Но поймите правильно, все шаги, которые мы предпринимаем на сегодняшний день, направлены на то, чтобы максимально обеспечить возможность получать максимальную прибыль с проекта. Поэтому мы за каждую льготу возможную деремся. И вот даже то, чтобы спрашивать чем вызваны проверки. Ну проверки то, что там писали и все остальное это одна стезя. Другая стезя это то, что мы подали на возмещение МДС. А соответственно нас начали усиленно проверять. Но результатом всех этих проверок и все то, что на нас писали, и все органы нас проверяли, мы сейчас находимся в зеленых списках. А зеленые списки это значит компания, которая внушает доверие. Которая нет претензий, нет шероховатости и каких-то противоречий закону. Вот и все, чего не добились. Поэтому я говорил, не пишите ради бога, да, будут проверки, да, если нам хуже не будет, нам же нам прятать нечего, скрывать нечего, воровать мы не воровали, не собираемся. Да, и по-моему любому видно, потому что мы делаем, и как движется материально-техническая база развивается, все мы это показываем, вон я думаю, сударь будет новости с площадки сообщать периодически, не только с площадки, Эдвард, там смотрите, мы сейчас делаем помещение, откуда будут вестись конференции в дневное время для других часовых поясов за Урале, Дальний Восток, Китай, в том направлении, Соединенные Штаты, Канада, надеюсь, и более удобно и там думаю, наладить такую работу, при котором можно не только было бы писать, но еще и задать видео вопросы в режиме конференции между партнерами и теми, кто будет находиться в студии. Когда будет заложена капсула времени? Сергей, ну я думал, тогда, когда уже максимальное количество желающих подаст свои пожелания, либо сообщения, подпись свою, которую бы они хотели, чтобы она была заложена. Поэтому мы сейчас спешить пока не будем, но там же мы разделим, естественно, кто на каких этапах, первый этап, кто инициатор, какую-то историю заложим, все это дело, поэтому тут спешки не должно быть, надо сделать все это с максимальным учетом интереса, потому что многие, допустим, прослушали вебинар, либо еще что-то, информация не дошла, может кто-то не поверил, может не допонял, поэтому предложения, пожелания и свои отзывы люди пишут. Поэтому процесс идет, когда он остановится, ну тогда можно будет уже и приступать. Причем это надо будет делать тогда, когда уже остальные, основные землеродные работы будут закончены. Потому что вот из своей практики опять, когда занимаешься строительством, ну там есть привязка, дают реперы, дают там закрепление, ось центральную делаешь, разбивочную, и от нее уже пляшешь. И вот когда идет там работа по снятию растительного, зачистка, планировок, вот колышки позабиваешь, и механизаторам говоришь, вот смотри, здесь колышки, смотри, не снеси, да, снесет 100%. А если не покажешь, он сохраняется. Поэтому если ты там закопаешь капсулу времени, будешь говорить, вот там смотрите, не раскопать, не раскопаю. Раньше термин был такой, закрепление репера, репер на точке. Как, говорят, в геодезии закрепить ее? Ну вот, прежде чем строить объект, перед этим идет геологоразведка, там, геологи, маркшейдера, съемку делают, закрепляют оси там, так далее, наносят план, потом туда привязывают здания, сооружения, ну и в зависимости от того, что строят. А перед началом строительства все повторяется снова, потому что часто и густо было, что планируют работы в одном году, а приступают к строительству лет через 25. Ну, говорят, как закрепить воз, репер? Ну, люди на забей колочек, говорят, возьми в соседнюю деревню, поймай пацана, и лазиняк ему задницу надели, спусти штаны и надели, а потом лет через 25 приедешь, скажи, где тут деревня, кого там, на репере, лазиняка, там, вон, Васька там, это самое, Васька, а где это было? Там вот тут, пришел, он там, откопал, он там стоит. Ну, я думаю, что мы так репера закреплять не будем. А там, кто его знает? Ну, может, продолжим традицию, но я же надеюсь, не на 25 лет. Ну, шутка такая. И когда ожидается смена этапа, приблизительно, в какие временные пределы? Эдуард, пока не буду говорить. Такой вопрос про китайцев, которые приезжали, какие у них должности правительства и как их завод. Ну, Игорь, это потом будет названо. Сейчас там ведутся переговоры, они хотят выкупить заводик, на котором можно было бы поставить производство наших двигателей. Но сейчас пока вариант модернизационный, потому что перепроектированный двигатель я пока не хочу и не собираюсь туда давать. Как дела с модернизацией? Моторов сколько моделей модернизировали уже Майк? Ну, сколько сот тысяч модеров модернизировано, я даже сказать не могу. Можно в счетчике посмотреть, но это только то, что хотели и отмечали люди. А модели там ну, несколько тысяч, тысяч пять-шесть моделей, не меньше. Просто это уже не поддается Майк подсчету. Когда продадим какой-нибудь мотор? Майк, ну, продают, ДА-90, ДА-100С. ДА-100С. А когда коллектив уже большой, когда финансовые потоки большие, там уже другие правила действуют. И поверьте, что да, люди в подавляющем большинстве радушные, от чистого сердца все делают, но бывают случаи. И не на пустом месте я это говорю. Поверьте. А жизнь одна. И не только одна, но там что бы с ним, если бы твоей жизни не зависела от жизни других людей. Это надо правильно понимать. цокольный этаж у КБ предполагается или плита? Цокольного этажа не будет. Уважаемые коллеги, ну, я вроде бы на все вопросы дал ответы. Большое спасибо. Спасибо, разрешите отклониться. До свидания. Всем пока. могут следить. Так, друзья, поставьте плюсик, если меня хорошо слышно и видно. и я думаю на этом наш сегодняшний вебинар можно заканчивать. Практически два часа он продлился. Было очень большое количество новостей, очень большое количество вопросов. Не у всех сегодня было возможно подключиться. Я видел, писали, что какие-то сбои технические были в этой комнате. Не знаю, с чем это связано. так что распространяйте ссылку по чатам с записью данного вебинара. Только напишите плюс поставьте видно меня или нет сейчас, потому что что-то я плюс не увидел. Напишите от 1 до 10 как меня слышно и как меня видно. Вижу только минус. поставьте плюсики если меня слышно. Друзья, поставьте плюс если меня слышно. В третий раз пытаюсь подключиться к вам в чат вебинарной комнаты. все плюсы есть. Я уже начал говорить и смотрю нет обратной связи. Так что сейчас вроде все отлично. Я думаю что на этом наш вебинар можно заканчивать. Сегодня было очень большое количество новостей, очень большое количество вопросов. Всем большое спасибо за активное участие в вебинаре. Единственное что сегодня не у всех судя по чату получилось подключиться к вебинару. Так что распространяйте запись на этот вебинар по чатам чтобы все могли этот вебинар увидеть. Потому что действительно те новости те события которые произошли в проекте двигателя до иного в последние дни они действительно решающие они действительно знаковые и на мой взгляд это событие можно сравнить с входом в особую экономическую зону Алабышева. все те бюрократические препоны которые могли в проекте произойти и которые мешали ему приступить к его завершающей стадии успешно пройдены и мы с вами можем приступать к строительству и к первым работам на нашем участке где будет располагаться инновационный центр Совалмаш с этим я вас поздравляю и обязательно эту информацию также своим партнерам доносите на этом буду заканчивать напоминаю вам что следующий наш вебинар состоится во вторник в 19 часов по московскому времени на нем мы проведем презентацию проекта двигателя до иного и несмотря на то что проект действительно сейчас уже находится на своей финальной стадии что все риски практически уже миновали все равно расслабляться еще рано поэтому обязательно приглашайте своих друзей на вебинар те кто еще ничего не знает о проекте что у них была возможность с проектом ознакомиться и успеть проинвестировать на текущих выгодных условиях потому что конечно смена этапа уже не за горами осталось решить несколько задач и уже мы будем переходить возможно через несколько этапов поэтому чтобы эту возможность не упустить они должны быть на вебинаре на этом я буду заканчивать всем спасибо за внимание и следите обязательно за новостями мы вероятнее всего какую-то новую вебинарную комнату будем пробовать ну в общем-то следите возможно даже на ютубе у нас получится напрямую те самые вебинары проводить всем спасибо и до скорых встреч на вебинаре и до скорых встреч